В этом году винтажная выставка в Москве тесно связана с выставкой цветов Челси. В этом году винтажная выставка в Москве тесно связана с выставкой цветов Челси. И вот эта тарелка называется букет Челси, художник Лесли Гринбуде и изготовитель Ройл Долтон. Интересно. Меня зовут Валентина Дрюид. Я живу в Англии с 1950 года. И эта вся коллекция замечательная ваша? Да. А все-все-все собрали или у вас есть все-таки пропуски какие-то? Все-все представлены. Тарелки из описаниями, какие конфетные цветы. Это не просто букет, а именно какие цветы и какого сорта на них нарисованы. И часто они были участвованы к каким-то определенным событиям этого года. И вот так же это однозначно имели историческое значение. Вот это тарелка посещается юбилеем со дня свадьбы королевы Виктории. Это было очень интересно, потому что Виктория уже была королевой королевы свадьбы. И предложение мужа сделала Англия. Она пригласила принца Альберт и сказала, что надеюсь, что вы подозреваете, о чем пойдет речь. И я буду очень довольна, если вы примете мое предложение. Но Альберт не доставил такого воздействия. Поэтому они очень быстро позалили. И это было интересное время, потому что нравы были достаточно строгие. Виктория Альберт и Альберт. Интересно, она посвящается юбилеем для написания пьесы Шекспиром, что он, блядь, не лучший. Шекспир очень хорошо был знаком с ботаникой и со всеми растениями, которые росли вокруг него. Из моих произведений он напоминает 180 различных растений. Альберт находится на фоне геолого триколола, посвященной фиалкой. Потому что как раз история вся на «Влетнюю ночь» крутится вокруг тела, которое приготовили из геолого триколола, которое в народе считается любовью к растению. В 1995 году исполнилось 400 лет комедии Ульяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». «Сон в летнюю ночь» – самый романтичный и поэтический из всех его комедий. Это волшебная феерия, соединяющая в себе совершенно неповторимое сочетание реальности и фантазии, серьезного и смешного лирики и юмора. Да, это «Сон в летнюю ночь». И на первом плане вы видите розу Дамаску, розу Тюдоров, геральдическая эмблема Англии, которая объединила в себе алую и белую розу враждующих кланов Англии. Вспомните Ромео Джульетту. Все это, как сказала Валентина Андреи, происходит на фоне фиалок, из которых потом приготовили зелье. Итак, посмотрите внимательно. Найдите виолу для приготовления любовного напитка. В 86-й. И вот наверху, как я уже говорила, госпиталь, на территории которого проходит всегда выставка в Челси. И вот эту тарелочку вы должны узнать. Я ее встретила на Блашином рынке, на территории музея Москвы. Она там продавалась. Это изготовитель Royal Worcester. Вот написано, роза золота Челси, флорибунда априкосового цвета, была специально выведена к юбилею Челси. Компании Bees of Chester. То есть, это тарелки не просто так. Они сделаны не только для награждения победителей ежегодного конкурса садов, но и букет. В букете все цветы что-то обозначают. Ну вот здесь роза гальская. Историческая роза выращивается в Англии с 12-го века. То есть, здесь обязательно роза должна быть? Ну нет, не могу сказать. Вот здесь вот, например, камелия японская основная. Так, камелия японская. А здесь у нас орхидея. Посвящена она, кстати, 100-летнему юбилею первой конференции орхидей, которая состоялась в Кеннингстоне, районе Лондона, 12-13 мая 1885 года. Здесь живокость, дельфиниум. Одно из ведущих мест в декоративном садоводстве. И он самый главный здесь. О награждении 1983 года. Маг, кстати, голостебельный. Многолетнее травянистое растение Родины Залта и Восточной Сибири. Видите, ярко-желтый, оранжевый и алло-красные цветы распускаются в начале лета и словно полыхают в саду. Называется эта тарелочка «Утро в Челсе». А, кстати, вот эту тарелку завод-изготовитель «Веджвуд». А вот эту тарелку, как «Утро в Челсе», художник Мэри Гирсон, завод-изготовитель «Минтон». То есть здесь разные заводы-изготовители. Вот этого я не знала. Называется «Май в Челсе». Я ее увеличила. Май 1982 год. Май в Челсе. Завод-изготовитель «Ройл Вустер». Просто не могу определить. Но мне такое впечатление, что самая красивая тарелка – это моя. Сейчас мы к ней приблизимся. Эта тарелка у нас букет «Челсе». Здесь «Рододендрон» на первом месте. Цветы, выбранные для этой тарелки, воздают должное 60-летию цветочной выставки «Розовый Рододендрон», «Золотистая роза», «Клематис», «Ирис», «Лилия» и «Фуксия». Они регулярно являются частью специального показа в «Челсте». У «Рододендрон» масса до отсутствует. Ну, мы это все знаем. Но здесь есть и «Роза». Один из самых древних цветков в мире. Это у нас «Желтая роза». Тарелка выставка «Викторианский букет», «Завод-изготовитель», «Ройл Альберт», «1990 год». На почетном месте в букете розы двух сортов. И посмотрите, какая чудесная книга. Девушки, чтобы не привлекать внимание, общались с помощью цветов в букетах со своими избранниками, любимыми. Так, ну мы дальше идем путешествовать по нашей выставке. И вот еще один замечательный букет. Называется «Букет Королевы». «Завод-изготовитель», «Куин Чайна», «1993 год». Посмотрите, какая безумно красивая тарелка. Ну вот эта тарелка может, конечно, и с моей поспорить. Называется «Букет Королевский юбилей», «Завод-изготовитель», «Ройл Долтон», «1997 год». Просто сказка, сказка. Но в Англии в конце последние недели мы уже все весенние цветы отцвелиются. Но это начинают уже летние растения. И только первый раз в «1994 году» сидители пришли и были совершенно ушарашены. «Арала Эль-Яксиндор», «Нарцисс». Полный зал огромный, заполнен весенними цветами. Потому что разработали технологию срезки цветов в феврале. И потом их консервировали. И они распускались в конкурсулаев в полной своей красоте. Райл Дол женский субтитры. Винуссия уже не вступила, что у нас были открыты. Многие тарелки, которые вы видели, в этом направлении и печатные, и с росписью иллюстрации, вы заискрывали вот из такого замечательного ботанического монтажа, который основал Ленин Кёртис. Они выходили в тираже 3000 стандартов и описывали растения и их изображения. И тут рассказано, откуда оно произошло и как за ним ухаживать. То есть вот это вот сервис Чарльза Дарвина? Его родители, да. Обалдеть. Ну, потрясающе, конечно. Ой, вообще, какая у вас коллекция? А сколько лет вы собирали? Ну, я не знаю, наверное, 12. Ну, вы такой любитель, который... Да, если уж захотел собирать, то вы всё, да? Да, да, очень мало. Дэвенкорт? Дэвенкорт. Дэвенкорт. Понятно. Очень мало кто делал маркировку на тарелку. Так, ну, а это моя тарелка. Посмотрите, которую меня наградили. Какая прелесть! Ну, наконец-то я нашла даже свою тарелку. Я уже вам делала фильм про неё. И так называется этот букет, букет Британии. Художник Сирил Шерлок, а завод-изготовитель Ройл Долтон. Букет объединил в себе красоту английской природы и монархическое наследие. В нём прекрасно соседствует простой полевой клевер с аристократическими розами. Роза королевы Елизавета, эта роза по праву считается одной из самых величественных роз в мире. Ниже сорт королевы-мать. Почему покровная роза, с нежно-розовыми цветками, с эффектными золотыми тычинками, была выведена в Германии в 1990 году и по случаю 90-летнего юбилея названа в честь королевы-матери. Клематис, принц Чарльз, великолепного светло-лилового цвета, был выведен в Новой Зеландии и в 1986 году доставлен в Великобританию. Клевер – многолетнее травянистое растение, которое на протяжении веков выращивали на корм скоту. Клевер является самым хорошим медоносом. Клеверный мёд относится к числу лучших. Он прозрачен, с тонким ароматом и нежным вкусом. Клевер – трелисник – является символом Ирландии. Святой Патрик использовал лист клевера для объяснения таинства Святой Троицы, поэтому в день Святого Патрика принято украшать головные уборы веточками клевера. Лютик считается типичным для английского пейзажа. Существует поверье, что тот, кто найдет лютик, там он принесет богатство. Желтый цвет лютиков, подчеркивая золотистые тычинки розы королевы матери. Наперстянка Дигиталис – тоже один из популярных и любимых полевых цветов. Прекрасно растет на опушках леса или среди кустарников, контрастируя сочной зеленью окружающих трав. Это очень важное лекарственное растение. В букете можно увидеть и вереск, и колокольчик, и барвинок, винкоминор, чертополох – символ Шотландии, скобиозу кавказскую, еще один полевой цветок с лиловыми цветками, увенчанными розовыми тычинками. Не случайно этот цветок называют подушкой для булавок. В юнок полевой – многолетнее травянистое растение с вьющимся стеблем и ветвистым корнем, уходящим в почву на глубину 5 метров. 1998 год. Букет исчелся для принца Чарльза. Художник Джозефина Хейк и завод-изготовитель Ролл Долтон. 14 ноября 1998 года наследному принцу Чарльзу исполнилось 50 лет. Королевское садоводческое общество решило посвятить памятную тарелку этого года принцу Чарльзу и его замечательному парку в поместье Хайгроув в Глостершире. Основными областями интереса принца является охрана окружающей среды. Свой сад в поместье Хайгроув принц начал культивировать в соответствии с принципами органического земледелия. На примере Хайгроув он показал, что можно выращивать цветы и овощи, разводить скот без использования химических удобрений и пестицидов. И это не только здоровый образ жизни, но и достаточно прибыльный. Следующая тарелочка 1992 года называется «Коллекционеры Челси». Художник Дженни Джоэт и завод-изготовитель Элизабетин. Пион желтый занимает центральную, самую важную часть мира. Это мощный кустарник, достигающий высоту до двух метров, с крупными желтыми цветками. Был найден аббатом Жаном Мари Делевием в Китае в 1883-1884 году. Камелия Японская. Рододендрон Киноварна Красный. Очень эффектный рододендрон. Тюльпан Арфанидея. Произрастает в Греции и Турции. Когда и кем они были высажены в садах султана Ахмеда III, неизвестно. Но тюльпаномания в Турции 18 века была ничуть не меньше, чем в Европе. Климатис Крупнолепесковый. Ирис Танжерский. Аквилегия Канадская. Настурция Многолисная. Фуксия Доктор. Первоцвет Флоринды. А эта тарелочка посвящена 2000 году. Называется Величие Тысячелетия. Художник Бенджамин Перкинс. Зовод-изготовитель Ролл Долтон. Важную роль здесь играет наперстянка, распространенное декоративное лекарственное растение. А название она свое получила за форму венчика, который напоминает наперсток. Ну вот и подошел к концу мой рассказ о тарелочках Челси. Надеюсь, он вам был интересен. Итак, я с вами прощаюсь. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...